Елена, чего же ждать в 6 часов вечера от погоды? Вы знаете, погода в целом будет неплохая. Дождей, как видите, сегодня не было и уже не предвидится. Но что касается температуры, то в Москве, к сожалению, прохладнее, чем должно быть обычно в эти дни июньские. Надо сказать, что ночью на опорной медицинской станции ВДНХ столбик термометра опускался до отметки плюс 7,9. Ведь рано утром было уже около 10 тепла. А вот к этому времени воздух в Москве прогрелся до 16 градусов. В городе наблюдается переменная облачность, дует слабый северный ветер. Ненастный циклонический вихрь с дождями ушел на Урал, оставив русскую равнину во власти арктического холода. При этом в воздухе над севером Скандинавии сформировался антициклон. И, двигаясь на юго-восток, он подчинил себе погодные условия в центре нашей страны. Под его влиянием сегодня оказалась и столица. Фон атмосферного давления в Москве повышен. Оно составляет 748,6 миллиметра ртутного столба. В небе над Москвой проплывают разрозненные поля кучевых и слоистокучевых облаков. И они хорошо видны на спутниковом снимке компании «Сканекс». С учетом того, что влаги в холодном арктическом воздухе немного, вертикальная протяженность облаков, соответственно, не велика. Они плоские и уже не смогут достигнуть дождевой стадии. Так что в Москве и вечером удержится сухая погода. Но северные ветры продолжают поставлять прохладу. Отмечу, что в 21 веке на прошлых чемпионатах мира матчи-открытия проходили в похожих погодных условиях. Четыре года назад на арене «Каринтианс» в Сан-Паулу вечером во время игры было примерно плюс 18-20. В Москве к началу матча между Россией и Саудовской Аравией будет прохладнее, плюс 15-17. Ну, собственно, примерно столько же было и в Мюнхене на матче-открытие чемпионата мира 2006. А вот в Йоханнесбурге на чемпионате мира 2010 было даже холоднее, чем сейчас в Москве. В этом самом крупном городе ЮАР столбики термометров показывали всего плюс 11 градусов. Но такая погода комфортна для футболистов. Основные показатели в этом случае – температура и влажность. Слишком жаркая погода приводит к чрезмерному потоотделению и, как следствие, обезвоживанию организма. А ведь потеря даже одного литра жидкости может повлечь за собой сгущение крови и развитие кислородного голодания внутренних органов. Поэтому оптимальная температура для игры не выше плюс 22. По последним данным, сейчас в Москве около 17-ти тепла, и такая температура продержится до начала первой игры Мундиаля. Но к концу матча станет на 3 градуса холоднее. А вот завтра заток холода прекратится, и температура, наконец, начнет возвращаться в привычное русло. В пятницу в Москве потеплеет до плюс 22, а вот выходные можно рассчитывать на плюс 25. Ну а на следующей неделе ждем возвращения летней жары в столичный регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова